Алексей Русланович Фокин Преподаватель Московской Духовной Академии Кандидат философских наук Моё выступление будет на грани догматического, историко-догматического Историко-философского исследования Значит, что такое учение об умопостигаемой триаде И какое отношение оно имеет к Максиму Исповеднику Сначала некоторый эксурс нужно, наверное, сделать Это учение возникло в античной философии Ну, считается, что восходит оно к Платону К диалогу софист, но и также к Тимею В общем, если очень кратко и упрощая, можно сказать так Что согласно Платону, ну и тем неоплатоникам, которые потом за ним следовали Истинное бытие, подлинное, которое стоит за материальным и чувством воспринимаемым бытием Оно обладает тремя базовыми такими свойствами, характеристиками А именно, оно истинно существует Это первое Это есть подлинное бытие Для Платона это мир идей Второе характеристика Это бытие обладает также жизнью То есть движением Оно причастно движению Различию, становлению В каком-то смысле Ну, не становлению Это все-таки Платон относится к материальному миру Умственному движению Такому Второй момент, короче говоря Обозначался словом Термином «жизнь» То есть «эйна» или «то он» И третий момент, который характеризует мир истинно сущего В платонизме Это «ноисис» или «нус» Мышление, ум Ум постигаемости и мыслимость одновременно Вот эти три характеристики для античных философов Характеризовали мир поленого бытия То, что всегда существует, всегда живет и всегда мыслит Ну и Вот эта триада Потом уже в позднем Неоплатонизме Опять-таки, прощая Стала рассматриваться Как своего рода С одной стороны Образец для Всего остального Для устройства мира То есть мир можно было тоже разделить на мир Существующий, живущий и мыслящий Весь космос Но сама по себе этот ряда У неоплатоников, у поздних уже представят Как, например, у Порфирии, у Прокла Как, в общем-то, гипостазированные такие сущности То есть само по себе бытие, само по себе жизнь, само по себе ум И Порфирий даже называет их тремя богами Вот Ну и понятно, что такое вот представление В общем-то Заимствование из античной философии Из нее выросшие Не могло быть принято Как бы, так сказать Со всеми его следствиями Христианской мысли уже богословской И вообще зачем оно Было нужно Значит Почему оно, значит, вошло Это учение о постигаемой триаде Или о том, что истинное бытие Обязательно должно существовать Жить и мыслить Впервые Опять-таки, это экскурс еще Максиму Справедникову пока Не удается подойти Впервые В четвертом веке на Западе Попытался один западный богослов Марий Викторин Учителя Августина В каком смысле Приспособить вот это представление О том, что истинное бытие То есть божественное бытие Первичное Вечное Неизменное Составляет собой Некую троицу Причем эта троица Она именно Единосущная Фактически И поскольку Все три термина Все три элемента Триады Они Представляют собой Одну и ту же сущность И только ее Лишь некоторые Виды изменения Применить Это Это учение К Познанию Тайны христианской Троицы Вот Ну и соответственно Затем После Марии Викторина Похожие Мы встречаем Блаженного Агустина Похожие Подмысли На западе Вот Но интересно Теперь Уже ближе к Максиму Споведнику Автор Ореопогитик Которого Преподобный Максим знал Как и святого Дионисия Ореопогита Он тоже Через Неоплатонизм Эту Теорию Постигаемой Триады Воспринял Вот И тут я думаю Можно уже Более конкретно Процитировать Самого Дионисия Значит Согласно Дионисию Ум постигаемой Триады То есть Само по себе Бытие Жизнь И мышление Или ум Как полнота Совершенства Пресуществует В Боге В некотором Превосходном Состоянии То есть Бог может быть Охарактеризован Как подлинное Бытие Как подлинная Жизнь И подлинная Мудрость Таким образом Дионисия Репогита Относит Тому постигаемую Триаду С божественными Совершенствами Которые В превосходном Виде Существуют В Боге Но раскрываются В творении Когда Бог Выступает Как первопричина Тварных Уже Бытия Жизнь Существ Существующих То есть Обладающих Бытием Либо Живущих Либо Мыслящих Теперь Собственно Преподобный Максим Интересно Что Он тоже Использует Опираясь Видимо На Дионисия Но Еще На какие-то Источники Которые Мне Неизвестны Представление О том Что Есть Три Базовых Характеристики Исственного Бытия Собственно Бытие Жизнь Или Сущая Жизнь И Мышление Однако В отличие от Дионисия У него Постигаемый Три Используется Не только В космологии Но и Как В том числе Как аналог Святой Троицы С другой стороны Разница Между Максимом Преподобным И западными Богословами Заключается В том Что Он В своем Доказательстве Исходит Не из Внутреннего Устройства Души И базовых Способностей Как это было Например У Викторина Агустина Но из Сотворенного Мира В котором Он Выделяет Три Категории Какие Категории Значит Сущность Усия Различие Теофора И Третье Кинесис Или Движение В самом деле Если мы Возьмем Текст Его Сочинения Раннего Амбигу Ателанном Написан В Карфагене Это в конце 20-х годов 7-го века То он Непосредственно Связывает Вот этот Ряду Сущность Движения И различия В таком порядке Сущность Движения И различия Значит Не только С устройством Тварного Мира Но и С познанием Бога Так В 23-й Апарии Называющейся О пяти Видах Естественного Созерцания Он Говорит Святые Разделяли Тварь Благочестиво Собрали Содержащиеся В ней Таинственные Логосы Подразделив Ее То есть Тварный Мир На Сущность Движение И различие А также На Сочетание И положение Тут еще Вокладятся Две категории Сочетание И положение Но это Мы их Не будем Сейчас обсуждать По их Словам Три Из них Главным Образом Предназначенные Ведут Познание Бога А именно Категория Сущности Движения И различия Благодаря им Бог становится Известным Для людей Которые Из сущего Собирают Его Проявления Как творца Промыслителя И судьи Ну и дальше Он там Рассуждает Как можно Вывести Из существования Мира Наличия У предметов Сущности Творца Из движений Которые Существуют В мире Промыслителя И из Различий Которые Существуют Между Тварными Вещами Тварными Сущностями Заключить Что Бог Является Судьей Таким образом По мысли Преподоба Максима Наличие Тварных Сущих Таких Категорий Как Бытие Движений И Различия Являющийся Аналогом Постигаемой Триады Бытие Жизнь Мышления При Богословском Созерцании То есть При переведении На уровень Богословского Созерцания Могут Привести Нас К познанию Бога Как творца Промыслителя И судьи То есть По сути Дело Это Познание Различных Творческих Промыслительных И Рассудительных Энергий Бога Явленных В мире Помимо Того Что здесь Очевидна Связь С Евагрием И Оригенистской Традицией А именно Представление О существовании Логосов Творения Промысла И суда Трех Видов Логосов В этом Рассуждении Можно найти Кое-что Общее С цвета Дионисия Или автором Дионисийского Корпуса Которую Преподом Максим Называл Святым Дионисия Хотя У Дионисия Немножко Другой Набор Категории Вот В тварном Мире Преподом Максим Не останавливается На этом То есть На познании Бога Как Творца Промыслителей Судии На основании Божественных Энергий Но Подобно Западным Богословам В частности Викторину Агустину А также Кассиодору Переходит От познания Энергии Божьей К познанию Его Трепостасного Способа Существования И действительно В той же Самой Амбигии Он пишет Значит Святые Разделили Ипостась Всего Сущего На три Категории Сущность Различие И движение Вот тут Надо заметить Что он Меняет местами Сущность Потом Различие Потом Движение Усия Кроме того Подметив Что посредством Искусственного Рассуждения Причина Разнообразно Совершает Своих Следствий Их Они Благочестиво Разумели Что она То есть Причина То есть Бог Существует Эйна И что Она Премудрая Софон Эйна И она Живая Зоун Эйна Из этого Они Святые Научились Богосовершенному И спасительному Учению Об Отце Сыне Святом Духе Согласно Чему Они Не только Таинственно Просветились Относительно Принципа Бытия Первой Причины То есть Фактической Сущности Но и Были Просвещены В образ Ее Просвещены В образ Ее Существования Тон Тесгю Парксю Стропол Следует Отметить Что Подобные Триады Их В связи С тринитарным Учением Мы можем В изобилии Найти У западных Богословов В частности У Блаженного Августина У которого Встречаются Например Такие Триады Бытие Форма Порядок Или То Благодаря Чему Вещи Существуют То Благодаря Чему Вещи Сохраняют Свою Форму Свою Тождественность То Благодаря Чему Вещи Согласуются С собой Все Это Он Также Соотносит Строиц Я Цитат Из Августина Вынужден Опустить За неимением Времени Но Очень Сходное Рассуждение Августина В частности В трактате О различных Вопросах А именно 18 главе А заглавные Дотринитаты И В рассуждении Его Ограде В трактате Ограде Божьем В 11 Книге 28 главе Кому Интересно Можно Потом Посмотреть Эти главы Итак Преподон Максим Как До него Августин Переходит От базовых Свойств Варных Вещей Например Бытие Движения Различия К познанию Бога Троицы При этом Он Производит Инверсию Двух Последних Терминов Триадах И Вместо Классической Последовательности Бытие Жизнь Мышление Которое Классическое Имеется В Языческом Неоплатонизме Представляет Другую Последовательность А именно Бытие Мышление Жизнь Вместо Мышления Уйдет Термин Премудрость Что В общем То же Самое Другими Словами Когда Преподон Максим Переходит К рассуждению Отварного Мира Рассуждения О Святой Троице Он Выстраивает Мы Постигаем Этриаду Не в Классическом Мероплатоническом Порядке А в ином Христианизированном Порядке То есть Бытие Он Отрешляет С Богом Отцом Премудрость С Сыном Жизнь Со Святым Духом Тот же Самый Порядок Мы Находим И в других Произведениях Преподон Максима Например В Раннем Произведении Вопросы Затруднений 136 Глава И Более Поздним Вопросы Ответы К Фаласию 13 Глава Ну Цитаты Наверное Я не буду Сейчас Озвучить Чтобы Не задерживать Наше Собрание Везде Исходя Из В этих Цитатах Из Существования Например Тварных Вечей Постулируется Что Бог Существует Из Их Различия Между ними Различных Форм Вещей Что Он Премудрый И Соответственно Из движений Присутствующих В мире Что Он Живой И что Это Учение Непосредственно Указывает На Троицу Отца Сына И Духа Итак Подводя Итоги Да Можно Констатировать Что Преподобный Максим Использует Представление Идущей Из Зонтичной Философии О подлинном Бытии Как Совокупности Существования Подлинного Жизни И мышления И При Анализе Тварного Мира Его Конструкции Да Устройства И При Анализе Божественных Свойств Энергии Как Творец Промыслитель Судья И При Рассмотрении Догмата О Троице Как Объяснить Появление Этого Учения У преподобного Максима Большим Соблазном Было бы Предположить Что Можно Объяснить Это Влиянием На него Со стороны Западного Богословия Поскольку Он Провел На Западе Довольно Длительное Время Вынужденный Такой Отъезд И В Карфагении В Риме Однако Эти мысли Появились У него И до Отъезда Потому что Трактат Квасиона Седуби Был написан Еще до Отъезда На Запад С другой стороны Он мог Заимствовать Это через Святого Дионисия Который Использовал Тряд Но С другой стороны Дионисия Никогда Не применяет Кирок Троицы Наконец Можно Предположить Что Преполу Максим Была Некая Особая Богословская Интуиция Благодаря Которой Он Своей Системе Богословской Сумел Использовать Учение Античного Об Умастегам Триаде И так Его Трансформировать Чтобы Охватить Сразу И Так Как Оно Было На Западе У Западного Богословов Применимо И Как На Востоке У Дионисия То есть Продолжение следует